Чтобы этот бой выиграть Образцовывать поединок тактически Александра Васильева Где надо, там рискнул, где не нужно Взял паузу, но уверенный контроль Дамы и господа, турнир продолжает поединок По правилам кикбоксинга Три раунда в легком весе До 70 килограммов Встречайте в синий угол Октагона бойца Из города Тегеран Иран Масуд Мина 28-летний Масуд Мина из Ирана Появляется из-под трибунового помещения Если вдруг вы с ним не знакомы Чуть-чуть попытаюсь пролить свет На то, кто же этот парень Кто же этот парень такой И на самом деле титул моего полюбителя Хоть отбавляю Дважды был бронзовым призером Чемпионата мира Полюбительского Куай-Тай В Санкт-Петербурге В Анкавии 12-14 годы Был серебряным призером Всемирных игр 2017 Также по тайскому боксу Его прозвище Бесшумный Убийца Наверное, один из самых главных Титлов профессионалов Это чемпионство Европы По версии ВКУ В 2019 году Профессиональный рекорд В китбоксинге В 18-4 В общем, из 18 побед 10 одержаны Нокаутом В последний раз Тогда, кстати, бой был за титул WMC Интерконтиненталь По правилам тайского бокса Если вдруг кто-то подумал, что Российскому бойцу Александру Скворцову Привезли бойца для легкой прогулки Нет Это совершенно не так И я думаю, что вы прекрасно слышали То представление На азиатских пляжных играх Также завоевывал золотую медаль И, естественно, многократный чемпион Ирана по тайскому боксу В красный угол октагона Встречайте бойца из России Город Нижний Новгород Александр Скворцов Такие позитивные R&B Мотивы встречаем Александра Скворцова 16-8 И два ничейных результата Это общий рекорд Александра Мы его помним как чемпиона Firefight Мы его помним как чемпиона мира По версии TNA Чемпиона России По одной из версий Также, в общем, солидное количество кубков Есть у Скворцова дома Если брать его Проф-карьеру в мире кикбоксинга Недавно Скворцов Ворвался На одном из турниров Firefight И все закончилось довольно плохо Потому что он вел в том бою с Арбием Ивом Но скандалом закончился Тут поединок После запрещенного удара От Арби-агрессора Не так, конечно, мечтал, наверное, Скворцов Победить При этом Титулов у Скворцова хватает У чемпиона мы его еще увидим И вот сегодня у нас Новый вызов для Александра Уже с зарубежным гостем По счету Это будет уже 27-е Проф-противостояние для Скворцова Если брать Кикбоксерскую карьеру Недавно стал отцом Проделась дочь у Скворцова Это было пару недель назад Дамы и господа Представляю вам Участников поединка По правилам кикбоксинга В синем углу Боец из Ирана Город Тегеран Ему 29 лет Рост 182 сантиметра Вес 70 килограммов 950 граммов Профессиональный рекорд 37 поединков 34 победы 3 поражения Представляет бойцовский клуб JZ Fight Management Масуд Мнина Его соперник в красном углу Из России Город Нижний Новгород Ему 25 лет Рост 178 сантиметров Без 70 килограммов 750 граммов Профессиональный рекорд 26 поединков 19 побед 7 поражений Представляет бойцовский клуб Панчернен Александр Скворцов Реферебоя Илья Алексеев Тачклав Мужики, слушаем внимательно Моя команда Уважаем друг друга Работаем по правилам К1 Окей? Гуд лайк Внимание, цырия Тайм файт Довольно быстро начинаются боевые действия в первом поединке Минай не попал Скворцов тут же Наказал ему Да, проваленный удар Хорошо, сейчас цепляет Ну-ка Отгоняет тип киков Скворцов Представляем Минай Я сказал, что Три года почти он не выступал Нет, нашел все-таки подтверждение Что по кик-боксу В это время бои у него были Так что все нормально Без длительного Простой уходит этот пиранский боец Скоростной комбо от Скворцова Два в голову Добавил лоу-кик Отсказывают Скворцову, что нужно дергать Довольно скоротечный формат Три раунда по три минуты Это меньше, чем мы привыкли Видеть по правилам ММА Попадывает ногу Скворцов сейчас Но, ради ее нужно смешаться Ну, до этого чуть в голову не прилетела такая же нога Нужно быть на чеку Вроде бы и хорошо подготовил правый хоккейк Но был готов и Скворцов Очень быстрый ноги Иранца Делал, кстати, в карьере Одно выступление промышленной клуб Это было на шестом турнире Эта организация уже довольно давно На заре Хорошо так под руку взлетает мидл Спортнула в ребра Мина ему припугнул В руку прилетел удар ногой Опасно так Сразу ворот заряжался Мина И напрочь летел на нога над головой Да, еще одно доказательство Потому что буквально моментально Со скоростью ракет просто Влетают ноги в Минае Парабманочек Доносит удар до корпуса Минае Достойное сопротивление оказывает Скворцову Гость Стигерана Может, снова пошел куда-то Минае Так, немножко без оглядки И в итоге Скворцов его наказал Готов был в рубке Скворцов накидал пупик в голову Завязали за ним в клинче Гораздо меньше брак Скворцов У него гораздо выше процент попадания Поочередно так прихватили ноги И ответили фантратаками бойцы Очень интересный момент на исходе первого раунда Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Вроде бы, в аффективности есть преимущество из Кварцова, но при этом, конечно, в скорости. Когда он взрывается, реагирует на все это очень тяжело. Еще не пытался хайкик выбросить, поблокировал его из Кварцова. Есть проблемы с носом, может быть и с фломом, но надеюсь, что нет. В который раз ногу в голову пытается минать за вот эту первую минуту, вторую раунду, чипануть. Хотел Скварцов побросить из клинча, защищался вроде. Отогнал фронт хиком, пытался еще один сделать моментально. Перезарядил батарея сейчас мина и явно сейчас рванет вперед с новыми атаками. Так и происходит. По-прежнему, быстро изрывный. И вот Скварцов пытается сейчас усметать все попадания из начала этого раунда. Красивый клон в стиле Рафаэля физийного. Да, и тут же попал Скварцов уже на руках боковым. И левая и правая нога быстро вылетают от меня. Не попадает он. Ну вот неплохо настроил защиту Скварцов. После тех пропущенных ударов очень опасно. Сталось только ватать. Продолжать всаживать эти удары по рукам. Минай, плечи, предплечи, всаживает одна и та же левая. Залетает довольно высоко. Хорошо, что выбрал уркиком переднюю ногу и ответил тем же самому Скварцов. По очереди оказались на Кадласе и не до конец этого раунда. В руках сейчас хотел перебить Скварцов. Минай только на Христ попал. Снова эта нога. Одна и та же левая. Высоко забранная. Минай хочет оставить концовку за собой. Постоянно идет вперед. Ну последний удар все-таки за Скварцовом был. Интересный раунд, конечно. Без такого явного лидерства. Заставились. Ну что ты заставишься? Вначале пропустил два раза и не работаешь. Работает. Он в конце раунда встал. Ты видишь, ты все видишь удары. Не потому что ты вдруг что-то встал другое делать. Он встает. Встал он. Встал он. Ну хорошо. Не надо на руках зарубаться и стягать руки. Рука-нога, двойка-нога. Двольно идет. Сзади, 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 можно поджимать. И с рук поджимать. Он все. Он у второй плеер-раунда встает. В первый понапрягай его нога. Тоже. Неважно. Сзади, не циклись на ногах. С рук бомби его. Он уже медленный. Его уже видишь. Здесь интересуются. Понятен. В углу Александра Скворцова. Его попросили напрягать соперника ногами в первой половине раунда. Но затем уже идти вперед. Идти вперед и работать первым номером. Поскольку иранец, по мнению угловых, устает. Ну и довольно энергозатратный стиль. Минай очень много взрывных ударов ногами. Идти вперед. Минай, Скворцов. Начинает действовать за фланг. Напрягается своим ударом ногами. Сейчас очень здорово звонил. Солутик выбросил. Ну а Минай пошел вперед. Комбинация неплохая. Вроде бы даже заперут сетки. Но Скворцов здорово выходит из положения. у меня гоняя пушка отминает очень уж он вкладывается я бы даже стал выкладывать первые полторы минуты раунда и здесь я соглашусь с угловыми скворцова в голову попал на руках оказались очень хорошая комбинация сейчас отминаешь дворцов свою атаку готовил но в итоге попался главы и скворцова ждут что за второй половине раунда минаи вообще не будет работать и встает его не смущает что эта нога приходится в бок каждый раз решил видимо раздраконить руки и плечи соперника бесконечными этими мидл киками перестал бить по ногам перестал целиться в голову постоянно именно рубить по блоку сейчас клинче за российского оппонента сейчас как раз началась вторая половина раунда та самая про которую говорили тренер скворцова нужно прибавлять но вы таки не подсаживаются минаи он по-прежнему работает как работает его удар очередной фунт красивый просит спортсов добавить колени в арсенал теперь в номер минай не жалеет сил особо меня лишь склинч их уже рожден не достаиваться типкик Спортсовый до второго, он не попадает вообще. Ну, темп бешеный, последние 30 секунд. Продолжают вылетать очень быстро ноги. Все еще вкладываются в удары парни, не жалеют сил. Решили отдать просто максимум энергии. Темп тот же самый. Да, процент попаданий спал, конечно, но все равно интересно. Все равно интересно, потому что каждый из них, каждую секунду пытается что-то придумать. Клинч друг друга, не жалею совершенно. Отвернулся от соперника. Благгрифри подоспел. Прежде чем Минай не набросится, Минай наносит пару мидлкиков под конец. И здесь что заканчивается. Ну что ж, поднимает руку в воздух и ранец сигнализирует таким образом всем, кто присутствует на арене, что он уверен в собственной победе. Ну и надо сказать, что он не лукавит. Очень хорошие шансы у всего числа легионера ехать из Екатеринбурга с победой. Очень важной победой. Все еще намекает местным зрителям Минай, что он надержал победу в этом победителе. Но мы еще не знаем решение Сури. Посмотрим. Кому-то лукнет Фортуна. Хороший вот этот тип-кик. Много раз отталкивает с этим ударом своего соперника. С Фортул. Но Минай был прям не остановить. В плане агрессии, в плане работы с первым номером. Второй, третий раунд. Он очень здорово от работы. Постоянно шел вперед. И кормил этими ногами. В конце был интересный момент, когда их разорвали и дали команду работать дальше. Рефери заметил, что Скворцов не видит, что Минай уже летит на него. И он напомнил Скворцову, что пора выбиться. Подоспел. Так, чтобы бой был в справедливом ключе. Так, чтобы бой был в справедливом ключе. Костя из Тегерана побеждает. Поздравляем Минай. И действительно, он был очень настойчив.